За свою долгую жизнь Эдуард Успенский создал более 80 литературных произведений. Самые известные из них про Чебурашку и Крокодила Гену, про Веру и Анфису, про Колобков, которые ведут следствие, про дядю Федора, кота Матроскина и собаку Шарика. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили, точисток, а он нам фигвам рисует. Эх, лучше бы дядя Федор вместо тебя черепаху завел в коробочке. Фразы из мультфильмов, снятых по произведениям Успенского, моментально становились крылатыми. Чебурашка, Чебурашка, где ты? Вот он я, Ген, вот он. Гена, тебе очень тяжело нести вещи. Ну, как тебе сказать, Чебурашка, очень тяжело. Слушай, Гена, давай я вещи понесу, а ты возьми меня. Это ты здорово придумал. Кстати, образ Чебурашки, как утверждал сам писатель, родился у него в Нижнем Новгороде, когда он увидел, как маленькая дочка его знакомых, одетая в меховую шубу, смешно повалилась на снег во время прогулки. Местные предприниматели, раздумывая над тем, с каким мультипликационным героем может ассоциироваться наш город, по аналогии с воронежским котенком с улицы Лизюкова, решили поставить памятник Чебурашке в эсквере имени Свердлова. Правда, дальше рассмотрения эскизов дело так и не пошло. В знак уважения к Эдуарду Успенскому и его творчеству, нижегородцы напели строчки любимых песен из мультфильмов, снятых по его произведениям. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил, о морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. Добрый папа, десятка сказочных персонажей, самый известный советский и российский детский писатель навсегда останется в памяти тысяч людей по всему миру.